Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами собираемся вместе. В общем, берите свою косметику и давайте краситься. Сегодня я буду пользоваться новой косметикой. Наверное, самая такая интересная новинка, которая у меня есть. Это вот такой хайлайтер от Наташи Диноны, который ко мне пришёл ещё только вчера вечером. Называется Hygen Skincare Influence Glow Beautifier. Даже не хайлайтер, а бьютифайер. И у меня в оттенке 01 Light. Их всего вышло 4 оттенка. Вот такая вот красивая тонкая упаковка. Такая белая с розовым золотом. И когда я открыла первый раз, моё первое впечатление было, почему он такой тёмный. В общем, я его ещё даже не слочила, поэтому давайте сегодня попробуем. Вторая новинка, которая мне тоже очень интересна. И я прямо очень долго уже ждала, чтобы снять это видео и попробовать её. Это такая лимитка, палетка теней от Chanel. Весенней коллекции. Вдохновлена. Она, в общем, Coco Chanel тем, что она любила море, всё морское. И здесь я вам вблизи покажу. Здесь, в общем, на некоторых рефилах такие, как будто бы, знаете, как будто бы бросили что-то в воду, и такие кружочки расходятся по воде. Синие оттенки, конечно же, я не очень люблю в тенях, но мне понравились здесь все остальные. Здесь, конечно, меня интересует больше всего светлый, сияющий. Он, кстати, точно такой же формулы, как и хайлайтер, который вышел вместе в этой коллекции. Я в следующем видео буду показывать скотчей новинок из магазина, и там я в этом убедилась. А также у меня есть очень-очень экзотические продукты. Это вот такой вот бронзер румяна от N-Beauty, оттенки Your Cheeks, оттенки 002. Your Cheeks — это название похоже самого продукта. И здесь вот такой вот, мне кажется, просто культовый уже продукт. В общем, тоже буду пробовать. Вместе с этой посылкой мне пришел такой подарок от моей подруги. Это пудра Succo. Она называется The Loose Powder. И оттенок здесь такой просто очень-очень светло-розовый. Тоже буду ей припудриваться в первый раз. Я знаю, что у нас есть хайлайтер, но у нас сегодня два хайлайтера. Это вот такой от Лизы Элдридж, который мне тоже пришел недавно, Pink Moon. На одной стороне, я думаю, попробую один, на второй второй. Этот я немножечко уже пробовала так. Но, конечно же, сияние. Думаю, что здесь будет более деликатное, чем у Наташи. Если вы подписаны на мой Телеграм, то вы уже знаете то, что я заказывала вот такие вот сэмплы от Jones Road. Здесь шесть оттенков, её Miracle Balm. Я, в общем, не решилась покупать один оттенок Miracle Balm, потому что там все были очень красивые оттенки. Поэтому решила заказать шесть. Здесь пять розовых, которые у меня вообще только есть розовые. И один такой немножечко персиковый, который называется Miami Beach. Тоже очень популярный оттенок. В общем, какой-нибудь из них тоже нанесу. Я думаю, что нанесу, наверное, Pinch Chicks. Это новинка, которая у меня недавно вышла. Такая дополнительная. Дополнительный оттенок вышел. Ну и думаю, что и помаду нанесём вот эту вот от Westman Atelier. Это то, что я уже какое-то время сейчас пробую. Пока что мне очень нравится. В общем, сейчас подготовлю свою кожу. Это Donessa Marix Yummy Skin Water Powder Serum. А также в этом видео я буду краситься своими новыми кистями, которые мне пришли тоже из России от Лены Мотиновой. Вот такой вот огромный набор из 33 кистей. И сейчас вам ставлю часть, где я расскажу вам, что это за кисти. Покажу каждую из них, сравню с теми кистями, которые у меня есть в коллекции. И потом я поставлю здесь всё время. Я к вам вернусь и будем уже краситься с теми кистями. Хотела вам показать кисти от Лены Мотиновой. И ещё несколько новых кистей, которые мне недавно пришли. Я буду сравнивать их со своими кистями тоже, если у меня будут подобные в коллекции. Но сразу вас предупреждаю, что мои кисти по большей части не мытые. Ну какие-то мытые, поэтому если увидите, что они не очень мытые, то, пожалуйста, пропустите этот момент. Перед вами набор кистей от Лены Мотиновой в 33 кисти, который был у неё доступен в новогодние праздники. Вот так долго ко мне шёл этот набор. Им нужно было, чтобы я оплатила их российской картой, которой у меня нет. Поэтому через друзей. И вот так вот мне всё равно получилось это сделать. Это первый момент. На второй момент они отправили мне их в Америку, но они мне не сказали, что мне нужно будет отслеживать номер и получать на почте. В Америке обычно мы не ходим на почту получать ничего. Все посылки приходят прямо на порог, их просто ставят на порог. И если есть такие посылки, для которых нужна подпись, тогда звонят в дверь и просят, чтобы дали им подпись, что получили. Но в целом я ни разу не ходила на почту за почти 9 лет жизни здесь получать какие-либо посылки. В итоге через месяц я обратилась к ним и сказала, что посылки я всё ещё не вижу. Они сказали, что она уже приезжала и уехала обратно, потому что вы её не получили. Было очень, конечно, неприятно. И вообще поддержка была не очень дружественная, на мой взгляд. Мне было не очень приятно с ними общаться. Они обвинили меня во всём этом, и это было, конечно, очень неприятно. Учитывая, что я заплатила 30 долларов за доставку, эти деньги, получается, пропали. И мне сказали, что мне нужно снова платить за доставку, если я хочу, чтобы они снова мне её отправили. Я сказала, нет, спасибо, и попросила, чтобы они отправили эту посылку моей подруге в Россию. Моя подруга её получила и отправила её мне уже через другую почту, которая как раз-таки доставляет к порожкам. Вот, и недавно, в свой день рождения прямо, я получила эту посылку. Она просто у меня лежала возле дом, возле двери. Всё выглядело хорошо, за исключением вот этой вот кисти, которая под номером 33. Как вы видите, она как будто бы попользованная. На самом деле, вот так вот она ко мне пришла, и меня это очень расстроило, потому что я подумала, что кто-то попользовался ею, и это выглядело вообще, конечно, очень-очень... Блин, я даже не знаю, какое слово подобрать. На этот раз я решила не писать в их поддержку. Я написала самой Лене Мотиновой на Инстаграме, и она сказала, что этот ворс так выглядит, что это такой розовый ворс, он что, мягче обычного другого синтетического ворса. Я её помою и посмотрю, сошла ли с неё краска, но пока что это выглядит, если честно, как-то странно, что кисть выглядит как будто бы она попользованная. Это кисть для кремовой коррекции, синтетическая. Она действительно довольно мягкая, она такая скошенная. Аналогов такой кисти у меня в моём наборе нет, и я решила начать показывать вам этот набор именно с этой кисти, потому что здесь был такой вот нюанс. Если у вас есть такая кисть, или вы что-то знаете ещё дополнительно про эти кисти, то обязательно поделитесь в комментариях, мне очень интересно, заказывали ли вы эти кисти, и вообще, как они до вас доходили. Ну, конечно, с по России, наверное, таких проблем не должно быть. Итак, следующая кисть, номер один. Я очень хотела, даже если бы я не заказывала большой набор, я бы хотела заказать эту кисть, потому что Лена Мотинова в своих уроках показывает, как она делает кремовую коррекцию этой кистью, и мне прямо хотелось что-то подобное. Ну да, у меня есть вот такая вот кисть, но мне кажется, это совсем что-то другое. Тут она более такая плоская, более какая-то, знаете, топорчатая. Здесь она более мягкая, такая кругленькая. Более крупные кисти шли вот в таких брашгартах, более маленькие кисти просто вот в таких вот пластиковых пакетах. Кисть номер восемь. Это такая крупная кисточка для того, чтобы припудриваться. Она действительно очень-очень мягкая, хоть и синтетическая. И, кстати, набор был написан, что что-то из синтетического восса, что-то из натурального. Но что именно из синтетического, а что из натурального, не было указано. Двадцать седьмая кисть. Это такая средненькая кисть. Она, скорее всего, подойдет хорошо для румян. Можно, наверное, припудрить под глазами в каких-то таких небольших зонах. Она немножечко у меня такая деформированная и не суперидеальная, но она тоже очень мягкая. Сравнивая вот с такой вот кистью от Sony G с travel набора Soft Face. Тут, конечно, разные ручки по размеру, но в целом, мне кажется, они похожи. Самая большая кисть — это такая восьмая кисть. Она немножечко сплющенная с одной стороны. Да, то есть мне кажется, ей очень хорошо будет наносить, может быть, бронзер или делать какие-то такие уже финальные растушевки. Но даже она не такая большая, как вот такая вот кисть от Jumbo Bronzer от Sony G. Кисть номер шесть тоже сплющенная, но гораздо меньше. Да, если сравнивать ее с девятой кистью, то они как будто бы намного-намного меньше версии одной и той же кисти. У нее, наверное, вот с этой вот дизайна Pro, тут, конечно же, у дизайна Pro намного мягче ворс, и она как будто бы, она, знаете, стремится в одну точку вот здесь вот в конце. Конечно же, эти кисти сравнивать нельзя, потому что у них очень разные цены. Учитывая, что разница такая большая, то эти выглядят достойно, хотя все равно, да, нельзя сказать, что они какие-то аналоги, да. То есть понятно, что тут и ворс другой. И в целом материалы, да, само ручки другие, здесь дерево, но я думаю, что, конечно же, очень-очень достойные кисти от Лены Модиновой за ту цену, которую она продает. Следующая кисть, четвертая, вот такая вот средняя. Она довольно такая упругая, не совсем то же самое, но немножко, может быть, с чекухода похожа именно по размеру. Это кисть Highlight Brush, хотя здесь, конечно же, ворс другой, это голубая белка, она тоже мягкая такая. Кисть пятая и двадцать девятая, они для хайлайтера, вот такие вот как бы фэн, да, то есть веер. Таких кистей у меня нет в моей коллекции. Если бы я покупала кисти по отдельности, я бы никогда не купила такие кисти. Почему-то они мне не очень нравятся в плане хайлайтера, хотя я попробую. Мне вот эта вот больше нравится, она такая прямо тоненькая, и, возможно, ей будет хорошо наносить. Хайлайтер, кстати, интересно. А вот эта крупная, я даже не знаю, мне кажется, она слишком-слишком такая большая, но посмотрим. Очень интересная двадцать восьмая, такая длинная, как факел, и у неё она очень-очень мягкая, такая подвижная, как будто кисель. Безумно-безумно мягкая, я даже не знаю, что ей можно делать. Наверное, припудривать, опять же, какие-то зоны, и, возможно, делать хайлайтер, возможно, даже румяна наносить. В общем, интересная такая кисточка. Седьмая кисточка, она похожа, как будто бы она из вот этой вот семейки, да. Здесь получается девятая, седьмая и шестая кисть. Они как будто бы вот одной формы, единственное, что они просто разного размера. Немножечко ворс вылазит, но буквально там один-два раза, не то что он лезет. Посмотрим, как будет при использовании. Причина, почему я купила этот набор, именно из-за этих кистей. Мне очень понравилось, как Лена как раз-таки делает растушевки и потушевки, и макияжи глаз именно такими маленькими кистями. На мой взгляд, таких кистей недостаточно в обычных брендах. Обычно, знаете, там одна растушевочная, она будет самая маленькая, она будет ещё не самая маленькая растушевочная здесь. Реально, вообще, столько деталей. Такая вот тринадцатая кисть, она очень-очень миниатюрная. Если честно, ворс какой-то немножечко не очень мягкий именно в этой кисточке. И видите, как будто бы он такой немножечко лохматый. Если сравнить с Flat Definer кисточкой от Sony G, то это тринадцатая меньше по размеру. Кстати, Flat Definer, она помягче, потому что это натуральный ворс. Двадцать четвёртая кисточка, она, кстати, чуть-чуть покрупнее, чем тринадцатая. Если, опять же, сравниться с Flat Definer, то она чуть-чуть поменьше. Она намного мягче, чем вот эта вот кисточка. Видно, что другой ворс. Вот это вот мне, кстати, интересно. Мне кажется, она такой, как будто бы аналог Flat Definer. Но здесь поменьше ворса, да? Если посмотреть, то набивки там в два раза меньше. Пятнадцатая кисточка — это такая плоская растушевочная кисточка, возможно, для нанесения сияшек. У меня вот такая вот немытая, которой я очень часто пользуюсь, Soft Shader. И видно, что они, конечно же, разные по длине и по ширине. Но можно, мне кажется, обои использовать для нанесения сияшек. Вот такая вот ещё третья кисточка. Она, знаете, как будто бы для нанесения и одновременно для растушевки. Хотела, кстати, показать для сравнения с кисточкой, которую мне прислала моя подружка Маша. И я думаю, что кто-то из вас её знает, тоже смотрит. Limony Pro 54. Она была настолько щедра, что прислала мне две такие кисточки. Я знаю, что она их очень любит. Маша, привет! Я хотела сравнить её вот с этой вот кисточкой третьей. То есть она, видите, чуть-чуть поменьше. И Limony, она более упругая. Здесь она чуть-чуть более сгибаемая. Хотя можно использовать для похожей цели, мне кажется, обои. Для нанесения сияшек. Ещё вот такие две кисти. Десятая и двадцать пятая. Тоже решила сравнить. Вот эта вот кисточка Limony. Да, то есть они чуть-чуть помельче. Тоже они сплюснутые сбоку. Также здесь пять кисточек для растушевки. Давайте их тоже рассмотрим. Давайте начнём с двенадцатой. Это самая, наверное, такая маленькая кисточка для растушевки. И если сравнивать, да, вот с моей самой маленькой кисточкой для растушевки, мини-бустер, то смотрите, у Лены Мотиновой она ещё меньше. То есть, хотя мне вот эта казалась очень-очень маленькой. Вот такие вот детали здесь. Следующая, это одиннадцатая кисточка. Она синтетическая для кремовых теней. Лена, кстати, просто обожает использовать кремовую подложку. Прежде чем наносить сухие тени. Шестнадцатая кисть такая довольно упругая, среднего размера, небольшая, опять же, для растушевки. Мягкая. Девятнадцатая. У неё больше тут поверхность, да, для нанесения, чтобы больше цвета наносить, я думаю. Тридцатая. Это такая довольно длинная, но тоже такая растушевочная. Здесь нет острого уголочка. Обычно мои кисти для растушевки гораздо крупнее. Например, покажу вам мою самую любимую кисть для растушевки на данный момент. Это рефра шестнадцатая. Я ей часто пользуюсь. Очень-очень её люблю. Ещё есть вот такие вот синтетические кисточки. Тоже, я думаю, для нанесения, для подтушевки каких-то кремовых продуктов. Да, тут есть двадцать первая. Очень-очень крохотная кисточка. Вторая, такая плоская, чуть-чуть покрупнее. Двадцать вторая, ещё больше. И двадцатая. Она, мне кажется, даже подойдёт двадцатая для нанесения консилера, возможно. Ну и синтетические, чтобы они, конечно же, долго, я думаю, служили. Следующая, это кисточка бочонок. Двадцать третья. Меня интересовала, если честно, больше всего. То есть она такая, видите, длинная. И при этом зауженная у самого края. Очень-очень хочу её попробовать. Семнадцатая, маленький бочонок. И восемнадцатая тоже. Вот здесь ворс, который как будто бы такой, знаете, пушица у самого края. То есть похожая ситуация с кистью 13, которую я вам показывала до этого. Если сравнивать с кистями, которыми я часто пользуюсь, которые у меня есть в коллекции. Это кисть от Шик, двенадцатая. То есть она тоже довольно маленькая кисточка. И вот здесь такое вот сравнение. Как видите, кисть от Шик. У меня вся потрескалась ручка. Потому что она у меня падала пару раз. Надеюсь, что такого не будет с кистями от Лены Мотиновой. Также здесь есть вот такая двадцать шестая для оформления бровей двухсторонняя. Кстати, вот эта для оформления бровей двухсторонняя двадцать шестая. Она крупнее, чем тридцать вторая. Есть ещё тридцать вторая. Просто одиночная кисточка. Она, видимо, для каких-то стрелочек. Да, очень детальные работы. Далее идёт четырнадцатая и тридцать первая. Очень-очень маленькая. Я думаю, что четырнадцатая, скорее всего, возможно, для нанесения помады и продуктов для губ. И тридцать первая для нанесения подводки. Не супер тонкая, кстати. Но достаточно тонкая у края. Всё это пришло вот в таком вот кейсе, на котором написано здесь Лена Мотинова. Когда я заказывала, написано было, что всё придёт в таком белом тубе. То есть я ожидала туб. Но пришёл вот такой вот кейс. Я думаю, что в нём, наверное, всё это хорошо поместится. Хотела вам показать ещё несколько кистей, которые мне пришли из России. Эти кисти от Алены Воеводиной. Номера я заказывала 022, 031 и 029. Вот так вот они выглядят. Это синтетика. Очень, кстати, мягкая синтетика. Они все сплющенные такие. И мне хотелось ими, знаете, наносить, возможно, сухие румяна вот этими кисточками. Более крупные. Мне кажется, и припудривать тоже хорошо. А эти, возможно, используют для хайлайтера, особенно вот эту вот маленькую кисточку. Выглядят они очень качественно. Здесь никакого ворса не выпадает. Ничего не топорщится. Единственное, такие лакированные ручки меня немного настораживают. Надеюсь, что ничего не сколется. Конечно, я постараюсь их намеренно не ронять. Но такое случается с кистями. Ну и последнее. Это вот такой наборчик тоже от Воеводиной. Это набор для супер-супер мелких, детальных каких-то работ на глазах, на лице. Я вам покажу здесь фотографии с ее инстаграма. То есть она любит рисовать такие вещи. Вообще она знаменита тем, что она работала для Пэт Маград визажистом. И давайте сравним самую-самую маленькую вот от Воеводиной. А эта самая маленькая от Елены Мотиновой. То есть, видите, Воеводина она еще меньше. Она немножечко другой формы. Номер 227. Мотиновая 32-я. Еще 4 кисточки. Выглядят вот так вот. Да, то есть очень интересная вот такая вот кисточка. Как будто бы треугольничком. Здесь один волосок немножечко топорщится. Видимо, так был вставлен в Брашгард. Вот очень-очень тонкий, супер детальный. Давайте я сравню со своей самой детальной кисточкой. Моя самая детальная кисточка меньше, чем кисть от Воеводиной. Потому что я покупала ее по рекомендации Екатерины Давыдовой. Помните, в прошлом году у меня с ней был созвон урок онлайн, где мы рисовали вместе стрелки. И она мне порекомендовала. Потому что она мне порекомендовала вот эти кисти. И мы не смогли их заказать тогда. Как вы понимаете, их не так просто заказать. И поэтому я пошла в магазин для рисования. И купила вот такую вот кисточку просто в художественном магазине. Видите, она даже еще мельче, чем самая маленькая здесь кисточка для подобных работ. Вот так вот. Плюс 41 кисть. В мое использование это, конечно же, очень много. То есть, ну как бы просто так как я не могу посмотреть их вживую, да, потрогать, то я не знала, что мне больше понравится. И в наборе они все равно шли дешевле. Поэтому я решила, что я возьму большой набор. И, возможно, что-то подарю, да, если что-то мне не поддело. Кстати, не 41, а 43, потому что еще ли мы не две кисточки. Я считаю вместе вот с этими маленькими и вот с этими кистями для лица. Теперь давайте вернемся в мое видео тестирование косметики. Ну что, давайте краситься. Я возьму вот эту вот 33 кисть. Я, кстати, попыталась помыть с мылом. С таким очень сильным мылом, которым я обычно отмываю все свои синтетические кисти. Она не отмылась. Похоже, Лена Мотинова права. Может, действительно так и должно выглядеть. Но согласитесь, это выглядит как будто бы ей уже кто-то попользовался. Но да ладно, ей никто не пользовался. Это хорошо. Нанесу свой тон. Кисть наносит очень плотно. Забыла сказать, что у меня будет еще карандашик для бровей. Вот такой вот от Influence. Вот, в общем, сегодня прямо такое-то видео международное. Так, думаю, о чем нанести консилер. Здесь, в общем, в этом наборе есть вот такая кисть, которая, мне кажется, больше как для тона или для коррекции подходит. Либо вот такие совсем уже маленькие кисточки. Наверное, я какой-нибудь из этих маленьких сейчас нанесу консилер. Скорее всего, возьму кисть под номером 20. Консилер вот такой вот от Lancome в оттенке 110 Ivory. Ну, кстати, размер подходит. Давайте все-таки оформлю брови, что мне не очень комфортно сидеть с такими узкими бровями перед вами. Очень интересный такой карандашик, такой матовый пластик. С одной стороны очень интересная щеточка, вот такая силиконовая, а со второй стороны он выкручивается. У меня в оттенке 03. Хорошо так это прокрашивает, и оттенок, я думаю, мне подходит. Удобный грифилек такой. Он как будто бы такой, знаете, треугольничком, но он очень тонкий. В общем, такие у меня получились брови. Так мне гораздо комфортнее сейчас дальше продолжать краситься. Очень быстро, и карандашик не слишком твердый, но и недостаточно, не слишком кремовый. То есть он хорошо остается и не размазывается. Нанесу сейчас кремовый румяна. Pinched Cheeks — это новый оттенок, который у нее вышел, у Bobby Brown. И он, знаете, он такой как будто бы розовый, но в нем есть что-то немножечко синее. И мне кажется, как раз с моим макияжем синим должно все нормально получиться. Они полупрозрачные. И да, там есть оттенок Happy, по-моему, в котором у меня прям есть такие блестки. Но в целом они, конечно же, такие полупрозрачные. И мне кажется, их можно адаптировать вообще хоть для кого. Я, кстати, пробовала наносить один из оттенков без тона, и мне не очень понравилось, потому что оно у меня розовый по тону. У меня всякие там розовые пятнышки на лице. Если еще розовый вот такой вот продукт нанести, то выглядит как будто бы это какие-то розовые пятна. Лучше на тон, мне кажется. Чисто для меня, по крайней мере. Вообще, если посмотрите на упаковку, как они ее рекламируют вот с этим, знаете, надавливанием, это, конечно, мне кажется, отдельный способ привлечь внимание к этому продукту, потому что тоже хочется вот так вот взять и надавить на этот продукт. Бобби Браун, конечно же, просто гений рекламы. Ну и продукты, конечно, у меня тоже качественные. Так, теперь кремовый хайлайтер от Лизы. Упаковка у него, кстати, мне кажется, не очень такая удобная, потому что здесь вот такой вот аппликатор супер большой. Я, наверное, нанесу на руку и потом на кисть. Здесь, конечно же, такое очень-очень тонкое, деликатное сияние. То есть здесь никаких невидностей блесток или даже сияющих частичек. Я думаю, что вы видите, да, сияние есть такое, влажное как будто бы. Сияние сделала, теперь буду все припудривать. Здесь вот такая вот сеточка. Меня так прикалывает вот эта вот кисточка. У меня никогда не было такой длинной кисточки. Это номер 28. Давайте ей припудримся. Какая-то она забавная, она мне нравится. Очень-очень мягкая кисточка, прямо как будто бы легкая перышко. Мне кажется, это больше для чего-то для финишной пудры. Не знаю. Пудра все хорошо припудрила, поры не подчеркнула. Теперь давайте нанесем тени. Возьму самую большую растушевочную из этого набора в номере 30. И возьму вот такой вот светлый бежевый оттенок. У них есть небольшой перламутр. Мне, кстати, написал консультант Шанель. И такой говорит. К нам привезли очень-очень лимитированное количество палеток весенних. Приходите, успевайте. Я на следующий день пришла и забрала вот эту палетку. Она уже была последняя, он говорит, 6 привезли. Мне кажется, Шанель специально пытаются сделать ажиотаж среди своих лимитированных коллекций. И их обычно сложно бывает достать. Теперь я возьму кисть чуть-чуть поменьше в номере 16. Возьму вот этот вот темный, единственный матовый оттенок в этой палетке. И попытаюсь затемнить им уголок. Очень-очень эвуально, конечно. Если честно, я ничего не вижу, вообще никакого затемнения. Давайте попробуем нанести синий оттенок. Конечно, очень редкое событие для меня, но почему бы не попробовать? Вот синий я вижу. Сразу же передается. Я хочу нанести поверх синего сияшку. То есть вообще, когда я покупала, мне понравилось вообще то, что три оттенка из четырех очень-очень носибельные, плюс разной формулы. У сияшки прямо вообще нереальное сияние. Мелкое и крупное. Возьму девятнадцатую кисточку, ею подтушую светлый бежевый оттенок. Также нанесу его на нижнее веко, маленькая кисточка из 17 бочонка. Чуть более темный вот этот вот матовый нанесу себе на вот эту вот часть. Ну что, теперь время сияшки. Давайте я нанесу ее вот такой вот кисточкой Limony 54. Вот что у меня получилось. Не знаю, этот голубой оттенок, если честно, не знаю, мне кажется, не моя история. Ну и с этим коричневым тоже, если честно, я немножечко в смешанных чувствах. У меня чуть немножко подсохли губы, давайте тогда сразу нанесу себе вот эту помаду. Я себе возьму оттенок вот этот вот розовый. Мне очень нравится эта помада. Обычно я просто использую палец, я дома с собой не беру никуда. Вот так вот вожу и наношу. Очень-очень увлажняющее и чувствуется, что губы прямо напитываются со временем, становятся очень мягкими. Хочется завершить глаза. У меня есть такой вот пробник тоже от Chanel туши, который называется Noa Allure. Я тут немножко раскашлялась. Я, наверное, тушь на нижние веки нанесу чуть-чуть попозже. Ну что, теперь время дошло до нашего скульптора румян. И я думаю, какую мне кисть взять, либо побольше, либо поменьше. Давайте, наверное, начну поменьше. Возьму номер шесть. Не слишком пигментированный, сразу же много не наносится. Это хорошо. Бронзер у Hourglass, мне кажется, более пигментирован. Но всё равно наслаивается. Мне нравится. Мне нравится такой эффект. Люблю продукты, которые немножко нужно наслаивать. Особенно на лице, чтобы, знаете, не пришлось потом большую какую-то озону растушевывать. Ну вот так получилось. Мне нравится. Мне нравится эффект. В нижние веки тоже нанесла тушь. Теперь давайте переходим к хайлайтеру. С ощущением, как будто бы он немножечко такой кремовый. Такой, как будто бы даже немножко тёпленький на вид. Красивое сияние очень. Возьму вот такую вот кисточку веер для хайлайтера в номере 29. Возьму небольшое количество хайлайтера. Кстати, написано, что можно использовать без тона, просто на лицо. Тогда для такого более естественного эффекта. Также предлагают наносить пальчиком для более яркого эффекта. Ну я, конечно, уже вижу. Такое ощущение, что это пудра, в которую добавили немножко крема. Такое сияние довольно как бы... Он довольно яркий, но всё равно сияние как будто бы изнутри оно соединяется, да? То есть поверх кожи не лежит. Не знаю, мне нравится на первый взгляд. Красиво. Оттенок подходит, он не жёлтый. Номинант на лучший хайлайтер года. Конечно же, когда я улыбаюсь перед собой, я вижу, да? Я вижу свои морщинки. Я вижу, что он их подчёркивает, как и все хайлайтеры, да? Когда я смотрю на себя в зеркало, ну примерно там, не знаю, в двух-трёх шагах, то я вижу сияние просто, да? И это красиво. Да, мне нравится. Красивый хайлайтер. Ну что, давайте подведём итоги. Если говорить про вот эти вот пудровые румяна от N-Beauty, то мне понравился продукт. Мне кажется, очень-очень красиво. И этого, знаете, не видно, оно не бросается в глаза, хотя добавляет скульптуры. Очень красивый оттенок. Не слишком холодный, не слишком тёплый, достаточно светлый. Про помаду я вам уже сказала, да? Я пробовала какое-то время уже, попробовала все оттенки, но мне больше всего на себя нравятся светлые оттенки, хотя тёмные тоже смотрятся, кстати, достаточно интенсивно, хоть и очень увлажняющие. Тушь мне понравилась именно из-за кисточки. Я не буду покупать, потому что она не смывается водой, потому что она очень дорогая, 30-40 долларов. Пудра очень-очень достойная. Это очень зарекомендованный, да, японский бренд. Про тени, то, в принципе, ну, с джинсовкой, да, такое всё синенькое, мне кажется, выглядит неплохо. Но синие тени — это не мой самый любимый вариант. Хотя, если говорить про качество самого синего оттенка, мне кажется, он очень достойный. У него хорошая пигментация, он хорошо растушевывается. Именно вопросы к вот этому бежевому, который очень-очень слабый. Сияшка очень красивая. Вот, а этот светлый оттенок очень удобный, им удобно начинать. Не знаю, хотела попробовать, плюс ещё, знаете, такой эффект, что мне её предложили, да, прийти купить, что она к нам пришла. Поэтому я её хотела попробовать. Но в будущем, наверное, я к лимиткам Шанель буду относиться с большей осторожностью, потому что я всё-таки довольно большие надежды возлагала на вот этот вот коричневый, такой достаточно сдержанный, да, нейтральный коричневый. Я думала, что я им буду пользоваться больше всего. Не знаю, я, конечно, им ещё буду пользоваться, но хейлайтер от Лизы Элдридж. Ну, мне кажется, то, что это такое, знаете, на каждый день, если быстро там, не знаю, что-то нанести, можно там, не знаю, немножечко сюда на лицо, просто для сияния. Но я предпочитаю хейлайтеры такие наносить именно на кожу уже с тоном. Если говорить про хейлайтер от Наташи, смешалась хорошо с кожей. Классный оттенок, красивая очень упаковка. Наташа молодец. Плюс это такой интересный продукт. Наташа, знаете, ещё любит именно по формулам пытаться сделать что-то новое. То есть это уходовый продукт, при этом сухой продукт, что не очень часто встречается. Только если в пудре там SPF находится. Карандашик для бровей, мне кажется, просто идеален. Интересно, сколько он именно продлится у меня, да, как быстро он у меня закончится. Но мне показалось, что стоим легко, можно оформить брови быстро, и он не смазывается. Оттенок мне 0,3 подходит, поэтому карандашик куда? И вообще зачем тогда покупать карандашики за 20 долларов, да, когда можно купить что-то подобное? Напишу здесь вся сцена, сколько это стоит. Pinched Cheeks от Jones Road, то мне кажется, что это красивый оттенок. Он довольно такой холодный и подошёл мне под этот макияж. Но в целом я просто лично предпочитаю всё-таки сухие продукты. Мне кажется, им быстрее работать, когда ты куда-то торопишься. Но это лично моё такое мнение. Кстати, напишите в комментариях, когда вы торопитесь, вы предпочитаете сухие продукты или кремовые продукты. У меня вот такое получилось видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Пишите, что из этой косметики вы пробовали, что планируете попробовать, что не планируете попробовать. Какую косметику вы попробовали недавно и какие у вас впечатления об этом. В общем, мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!